Микс Ньюс. Расстояние не имеет значения. Мне где-то еще минут семь надо для того, чтобы добраться до дома. Радио не мешают границы. Те преобразования позитивные, экономический рост, улучшение уровня жизни. Все происходило во время моего премьерства. Самые откровенные мысли. Если я добрый человек, предположим, это другим судить, то от того, что я говорю, что у меня нет души в религиозном смысле, я не перестаю быть добрым. Только на Радио Болтком. Программа «Абонент доступен». Участие слушателей обязательно. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня восьмикратный чемпион России по смешанным единоборствам, чемпион России и мира по китбоксингу, чемпион Евразии по рукопашному бою. Хусейн Халиев с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Халиев, слышите ли вы нас? Добрый день, я вас слышу очень чётко. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира в нашей студии. Звоните, задавайте свои вопросы. Пишите в WhatsApp 230-6191. Ваша мама, давая интервью одному спортивному СМИ, сказала, что вы очень добродушный. Вот она именно такую характеристику в отношении вас использовала. Вот как это проявляется? Ощущаете это, свою добродушность? И что это за качество? Как вы его можете охарактеризовать? Ну, честно говоря, с детства я как бы был таким, ну, я не любил никогда, кровь не любил, я был всегда, только добра всем желал, но, я думаю, любая мама считает своего сына добродушным, самым лучшим, ну и так далее. А так, действительно, я как бы сам был с детства трусливым, я очень не любил ни боль, ни то, когда кого-то обижают или любят, и, ну, и, судя по всему этому, как бы, я сам по себе миролюбовый человек. Но во время боя эта добродушность, она остается или все-таки она как-то трансформируется? Остается, потому что все равно, когда я берусь, когда я вижу, что мой соперник уже как бы беспомощный, что он уже ничего не может противопоставить, примерно тому, что я умею, я уже как бы не изо всех сил бью и стараюсь как бы закончить бой или по любым, или удушающим, но чтобы не избывать парня, и поэтому, как бы, я думаю, остается злость, и спортивной злости у меня нету, как бы, у меня есть друг Асланбек Бадаев, и он мне постоянно говорит, Хусейн, тебе не хватает спортивной злости, я не знаю почему, как бы я ни старался, я не могу, вот даже в последнем бою, у меня был недавно бой, последний, к сожалению, я его проехал, и у меня был, как бы, хороший, понимаешь, но как я вижу, мы с ним дружим, и я боролся со своим другом, но не мог я, как бы, я не мог бить, знаю, что он мой друг, тем более, плюс еще, как бы, ну, не мог я, то есть, поэтому это тоже, как бы, во время боя сказывается, хотя вышел с настроем бить. — Это влияет на результат, то, что, вот, вы не можете по-настоящему разозлиться, как вы считаете, если бы смогли, ну, были бы другие результаты, может быть? — Конечно, были бы, во-первых, бои намного зрелищнее, зрители любят кровь, зрителям нужна зрелищность, и поэтому это очень сильно влияет, но, судя по тому, как я понимаю, что соперник не совсем мой уровень, я не могу его так избивать, добивать, поэтому стараюсь так аккуратнее закончить бой. Ну, и бывает, я тоже получаю, но меня не жалеют точно. — То есть, вам приходилось сталкиваться, когда вас противник ненавидит, вот именно искренне, по-настоящему, и хочет вас избить? — Ну, я думаю, каждый, кто выходит против меня, хочет меня побить. То есть, в любом случае, он не любит, если со мной выходит, он выходит, чтобы меня побить. И, конечно, я знаю, что, в любом случае, он сделал все, что в его силах, чтобы выиграть меня, и выиграть, как бы, желательно досрочно, ну, или нокаутом. — Ну, вот недавний ваш бой с бойцом Али Баговым, который, вы сказали, является вашим другом, не принес он вам победы. А один из немногих боев, который не принес вам победы, действительно, насколько болезненно вы переживали это поражение? — Честно говоря, я и к победам, и к поражениям, как бы, отношусь, ну, равнодушно, потому что я знаю, сколько боев я выигрывал, сколько, можно сказать, сердец, можно сказать, разбил. И именно вот этим горечи поражения, тот, кто проигрывал мне, каждый, кто выходил против меня, уходил с таким, ну, я разбил, можно сказать, их надежды, мечты, то есть они планировали выиграть меня, пройти меня. Ну, и знаю, все это, я тоже должен проиграть, и выиграть не так тяжело, как пройти вот этот путь после поражения, это очень тяжело. Ну, как говорится, кто не падает, тот не встает, поэтому я, единственное, за что я переживаю, это то, что я подвел тех ребят, кто за меня болели, переживали. А сам я готов принять и победу, и поражения на одинаковом уровне. Конечно, когда я выиграю, я бываю рад, но если я проиграл, это воля Всевышнего, я это понимаю, и у меня есть дополнительная мотивация вернуться сильнее. Ну, и плюс, как бы, мой бой был проигран не потому, что я слабее, а потому, что после первого раунда, в первом раунде я получил травму, перелом ребро. Почему вы не остановили бой? Я чувствовал, но первый раунд, если вы видели, вы видели, что я забрал, что я выиграл, как бы, первый раунд, и ничего удивительного, там, как бы, Николай мне не поставил, то есть он работал в своей же манере, и я знал, что я, как бы, даже в его стихии, ему не выступая, так бы, в его борьбе, в грейпинге, ну, это была воля Всевышнего. Я просто получил перелом на ребра во время броска, вот когда я провел бросок, в принципе, я все правильно сделал, все четко выполнил. Ну, из-за весогонки, наверное, у меня, как бы, смели с калией, магний, и кости стали слабее, ну, наверное, из-за этого. И вот после первого раунда я уже не мог продолжать, ну, я мог продолжать, я продолжил, я в 4 раунда после перелома на ребра я держался, но я только держался, был терпилой, так как я уже, ну, переломанным ребром дышать тяжело, не то, чтобы драться. Но это ведь очень опасно. Остановить бой я не мог, потому что за меня пришли болеть мои старшие братья, как Абузейд Весмурадов, Адам Делимханов, ну, и многие другие фанаты, болельщики. Мой родной брат присутствовал на этом турнире, поэтому просто они приехали в Москву, в главный бой вечера, поддержать меня. Ну, и как я просто из-за того, что перелом ребра снялся, хотя это очень-очень опасно, потому что если бы я легкий, если бы ребро как бы зашло в легкие, это бы, я не знаю, что бы там было, но последствия были бы серьезные. Ну, не мог я от этого отказаться, потому что пока Саня не остановит, или я не попадусь на какой-то болевой, в отличающий прием, я сказал себе, что я буду драться до конца. Ну, и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров также болел за вас? Конечно, Рамзан Ахматович всегда поддерживает, всегда болеет, поддерживает. Я не знаю, насколько это правда, но говорят, после моего убора, я не знаю, правда это или нет, достоверной информации нет. Ну, за то, что Рамзан Ахматович переживал за меня, у него поднялось то ли давление, но ему стало плохо. И, честно говоря, мне очень приятно слышать, что вот глава нашей республики так переживает. Он не только за меня, он за каждого нашего бойца из нашей страны, тем более из нашей республики, он очень сильно переживает. Я лично был свидетельцем, ну, как он переживает за других бойцов, поэтому... Вот единственное, что жалко, что вот его подвел в первую очередь, ну, и по крайней мере, как бы свою республику. Страну не могу сказать, так как Али Багов тоже с моей стороны. Это был чемпионат России, только в 2008 год. Нам было уже, по-моему, по 18 лет, или по 19, ну, по-моему, по 18 лет нам было. Ну, 18 лет мы, как бы, уже по мужикам выступаем, 18 лет уже выступать уже по мужикам. Ну, вот там был, как бы, первенство России, считается, как бы, юниорское. Не, не юниорское, молодежное, как бы, считается, по-моему. Ну, и да, было делано чемпионат России. Я выиграл два боя, в том числе был и Хабиб Магомедов. И у меня брат параллельно шел во второй пульке. Вот мы вышли с ним в финал. Мой брат-близнец, я, это чемпионат России 2007 или 2008 год. В FCF, ну, full contact fighting, там, честно говоря, чуть-чуть пожестче правила, чем, можно сказать, в UFC или в ACA. Потому что там можно было бить и головой, и за волосы дергать. Ну, много чего. Можно было лежать, его ногой добивать в голову, локтями. Ну, ну, то есть там очень мало запрещенных правил было. Ну, было дело. Вы следите за его карьерой, учитывая, что Хабиб Магомедов стал такой, ну, главной звездой, наверное, единоборств сейчас в мире? Ну, я думаю, даже не наверное. Это как бы я, я в этом уверен, что он как бы главная звезда, потому что он действительно заслуживает. Он достойно боится. Ну, я бои не смотрю, я не смотрю ни свои бои. Я просто чуть-чуть пересматриваю свои бои, где и какие ошибки. Ну, вот бой с Али Багом я не пересматривал, потому что там у меня ошибки не было. Я был хорошо подготовлен, у меня все было хорошо, я как бы был уверен. Вот если бы как в первом раунде я, у меня в первом раунде все шло по плану, бросил перелом ребра. Поэтому я как бы этот бой не пересматривал, потому что я все как бы правильно делал. Так бои не смотрю, я больше предпочитаю там, не знаю, или индийский фильм посмотреть, или Канги, Клабна и так далее. То есть вам не нравится смотреть бои, да? То есть они, почему вы, кстати, их не смотрите? Я не смотрю, мне не нравится, честно говоря. Я как бы прожил войну, много чего, много крови провидал, поэтому не хочу я это. Я могу и все равно, как бы я не смотрел, кто что там делает. Я в любом случае выйду и буду работать в своей манере. Я могу хоть кому и борьбу противопоставить, ну и стойки поработать руками, ногами. То есть, ну, Всевышний мне это дал. Поэтому какой смысл мне смотреть, у меня и то, и то есть. Если вернуться к Хабибу Нурмагомедову, его был бой с Конором Макгрегором, вы записали тогда к Конору обращение в своей социальной сети, и была такая довольно мощная реакция от ваших подписчиков на это обращение с вашей стороны? Да, действительно, очень-очень. Ну, многие как бы поддерживали, но и были те хейтеры, как всегда, без них нельзя, они нужны. Потому что в то время, когда ты затихаешь, о тебе не говорят, и появляются вот такие хейтеры, которые хотят тебя как бы, ну, опустить, как бы и так далее. Но они не знают, говоря обо мне, они в любом случае, они как бы поднимают обратно мое имя. Они говорят обо мне в то время, когда я даже не знаю про их несуществование. Поэтому в Америке говорят, я жил, тренировался в Америке, и там говорили, плохого пиара не бывает. Ну, и за плохой пиар тоже можно платить. Поэтому я только за, чтобы обо мне все только не говорили. Ну, действительно, как бы у меня, я думаю, даже больше ста тысяч подписчиков как бы набралось, подписались ко мне. То есть, ну, действительно была большая реакция. Даже те, кто не знали, что я боец, что я выступаю, те, кто не видели мои бои, они видели вот это видео и говорили, о, это же ты там, можешь там сфоткаться, это же ты там. Ну, уже благодаря этому видео, как бы, они и узнали, что я боец. Ну, как вы вообще относитесь вот к такой истории, к оскорблениям перед боем, к привлечению внимания к бою вот таким способом? Вот что было, например, на примере Макгрегора или Магомедова? Анна, еще раз, я не раз слышу, не понимаю. Да, как вы относитесь к оскорблениям перед боем, к такому привлечению внимания к бою вот с помощью такой перепалки словесной между бойцами? Честно говоря, ну, оскорблять я вообще не приветствую, потому что, да, скажи, что ты его поломаешь там и так далее, что это не твой уровень, но переходить на честь, на честь тем более близких, родных, но это, в первую очередь, это не по-мужски, это показывает невоспитанность, но это очень плохой пример для подрастающего поколения. Я считаю, вот наш вид спорта, да и вообще любой вид спорта, мы как бы, вот, пример для подрастающего поколения, мы показываем пример, и я думаю, это плохой пример, материться, показывать, как он виски пьет, ну и так далее. Я так бы вообще не приветствую. Трэш-токинг очень нужен, на сегодняшний день в ММА вот Макгрегора поднял трэш-токинг, вот действительно, вот его поднял трэш-токинг. Ну и Хабиб, как бы, Хабиб очень качественный, очень, очень хороший боец, я не считаю его сильным фречным бойцом, но он очень качественный, и хороший боец. Это самое важное. Люди не смотрят на то, как ты красиво делаешься, все равно результат остается. Вот у нас Юнис Илориев, передо мной дрался в Москве на ИСЯ-99, ну все, как бы, многие, как бы, возмущаются его победой, но он четко выиграл, он чисто выиграл, он принес пояс в копилку, то есть он защитил пояс и вернул его обратно в копилку нашего клуба Ахмад, и как бы ни было, бои они проходят, а результат остается, поэтому не важно, как ты выиграл, надо выигрывать, надо выигрывать. Вот Хабиб такой, боец, он выигрывает, и все, это, как бы, очень большой уровень, как бы, достойно, как бы. Ну, я, честно говоря, сейчас чуть-чуть отошел от вопроса, и пошли обратно туда сюда. А что касается, ну, вы ответили на мой вопрос, а что касается разговоров во время боя, вот Али Багов, он давал интервью после боя с вами, недавно я рассказывал о том, что он спрашивал у вас во время боя, Хусейн, все нормально, все в порядке, и вы ему ответили, что все нормально, продолжай работать. Вот это, бывают вообще такие диалоги между спортсменами во время боя, мешает ли это, или насколько это вообще распространено? Ну, это смотря какие отношения между бойцами, наверное, да, у нас Али был такой, потому что Али знает, какой я, Али знает, что я, даже в его, в его же стихи, вот, скажем, борьба, в геодикюропинге, я ему не, как бы, он знает меня, и он понимал, что со мной что-то не так, просто он не знал, что со мной, но не понимал, что что-то не так, потому что, ну, в первом раунде, обычно Али в первом раунде, как бы, он нападает, он любого в первом раунде, он всегда забирает в первый раунд, а тут в нашем бою я, как бы, не на 100% выкладывался, И все равно я забрал перелом. Это его самый опасный раунд. И он очень физически мощный, сильный, но Всевышний мне дал, как бы, можно сказать, чуть-чуть больше. И он понимал, что со мной что-то не так, что я не сопротивляюсь, а у меня как бы перелом ребра, и я не мог. Даже когда двигался, мне было больно. Ну, это не передать кто-то, кто не ломал ребро, он не поймет. И он видел, что я просто лежу, не оттягиваюсь. Он-то знает меня как бойца, потому что мы с ним на чемпионате мира один раз встречались. Потом на сборах он был где-то, полтора года назад он был у нас на сборах. Я в его же, как бы, стихии, именно вот в грейпинге, в ролике, там, где он силен, я работал с ним. Он знал, какой у меня уровень, и не понимал, почему я не работаю. И он меня спрашивал, ну, Олег очень хороший, добродушный, хороший и сильный боец, хороший парень. И он мне говорил, Хусейн, что с тобой, все в порядке? Он спрашивал, ты устал? А я, честно говоря, вообще не устал, вообще не устал. Просто я ему сказал, Али, все нормально, работай, я ему сказал. Все нормально, работай. Но я сам понимал, что я не могу работать. Мне надо было просто терпеть, и все. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, потом вернемся и продолжим. У нас сегодня на прямой связи... Да, Хусейн Халиев с нами на прямой связи, оставайтесь с нами. Мы продолжаем, эта программа «Абонент доступен», в студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И на прямой связи по скайпу с нами сегодня российский и чеченский боец смешанных единоборств. Хусейн Халиев, здравствуйте и еще раз. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, задавайте свои вопросы, также пишите в WhatsApp 230-6191. Вот, кстати, вопрос из Фейсбука. Евгений у вас спрашивает, какие профессиональные заболевания у бойцов? Ну и как она тут дополняет, мне кажется, что короткий карьерный путь, потому что быстро приходится расставаться со спортом. Есть профессиональные заболевания у бойцов? В смысле, он, мне это интересно, именно у меня или у профессиональных бойцов? Да. Ну, у вас вообще это проблема? Ну, я думаю, каждый боец, вообще профессиональный боец, почти все имеют травмы с коленями и со спиной. Ну, это можно вылечить, как бы, если проблемы нет. Главное, надо вовремя вылечить, не запускать. Кстати, у меня проблема чуть-чуть со спиной, это очень давно уже. Ну, я не знаю, почему я особо внимания на это, как бы, не уделяю этому внимания. Ну, и у меня разрыв мениски, я, как бы, с разрывом мениски боролся в этом бою, как бы, я согласился по трассу, хотя у меня разрыв мениски, а с разрывом, ну, врачи, как бы, можно сказать, запрещают трассу. Ну, у вас не сломаны уши, это такая редкость, наверное, для спортсменов вашего вида. Честно говоря, я очень долго боролся, я не знаю, почему я, как бы, я очень много боролся. У меня есть такие уши, которые ломаются, а есть, которые не ломаются. Но у меня есть такого типа, что они ломаются. Но я не знаю, почему они не поломаны, хотя я очень много боролся. Хотя я на борьбу не ходил, но я очень много боролся. Почему они поломаны, не знаю. Не ломают они почему-то. Как говорится, у хорошего борца уши целые. То может просто умереть человек, который, ну, ваш противник. Честно говоря, я это не чувствую, потому что я не скажу, что я особо над этим работал, но оно у меня постоянно получалось. Я все чувствую, понимаю, когда надо душить, где будет удобно. Ну и потому как я сам очень миролюбивый человек, я понимаю, если человек или постучался, или он уснул, но я жду реакцию рефери. Я жду реакцию рефери, чтобы как только я вижу, что он на меня бежит, я сразу отпускаю, даже не надо по мне стучать, чтобы я его отпустил. Рефери может даже не... Но если я вижу, что рефери ко мне бежит, я понимаю, что человек уснул. Я также понимаю, что он чей-то сын, чей-то брат, чей-то родственник, что за него так же, как за меня болеет, переживает. Поэтому травмировать своего соперника цели и задачи у меня не бывает никогда. Я сразу отпускаю. Ну вот, кстати, еще один вопрос из Фейсбука, который мы получили. Спрашивают, приходилось ли вам когда-то заканчивать поединок без жалости к своему сопернику? Вот был один бой, в этом вот, тот самый бой, где меня назвали анестезиологом. Это бой против украинца, сейчас не помню его имя, Сердюк. Вот Сердюк, фамилия была, имя не помню. И вот я как бы вышел против, я был очень сильно готов против него. Ну и у меня то один соперник поменяется, то другой, то третий. Я чуть-чуть был зол, честно говоря. Ну и когда, я не знаю, насколько это правда, тоже не сильно достоверная информация, но мне сказали, что он везет мне сюрприз. Типа, что я с такими бойцами не встречался. Ну, честно говоря, ничего такого не увидел. И поэтому чуть-чуть таким настроем вышел. Ну, потом, после боя, я увидел вот такие шишки у него. Я его, кстати, порвал брови, у него столько крови было. Он вырубил, но я его еще удушил. Ну, сначала добиваниями бил, и мне дома говорили, и мама говорила, и многие знакомые мои говорили, что с тобой было. Ты вот действительно очень сильно в этом бою, ты сильно бил, ты как бы, ну, сам не свой был, ты работал не так, как обычно. Ну, и вот там, вот я чуть-чуть, как бы, сказал ха. Ну, потом я пожрел, когда увидел, вот такие шишки у него, когда, после того, как он проснулся, в раздевалке, когда я его видел, у него были такие шишки на голове. И я, ну, не мог я поверить в то, что это я сделал. Ну, один из самых эффектных приемов вы провели против американца Тенни Диксона. 37 секунд у вас ушло на победу, насколько я помню. Это вообще победа была такой яркой, насколько она была значимой для вас? Она была очень значимой, так как я поехал в Америку, я начал выступать, и это был уже финал, гран-при, я вышел в финал, дрался за пояс, за, наверное, вы там видели, за большой кубок, который метр 93. Меня это мотивирует, когда такие большие, там, призы, кубки и пояса, так как это на всю жизнь остается, это трофей, который остается на всю жизнь. И когда ты видишь этот трофей, ты понимаешь, что, ну, не зря твоя жизнь, как бы, прожита, не зря живешь, ты понимаешь, что есть смысл в твоей жизни. И когда дети вот растут, видят это, что у них отец такой, ну, я думаю, это для них тоже мотивация, есть чем уравняться. Но я очень надеюсь, что они будут намного лучше, чем меня. У нас звонок, радиослушатель на линии. Здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте, Хусейн. Скажите, пожалуйста, вот кто чем-то занимался, знает, когда идет бой, ты уже не думаешь, ты бьешься. Ну, вот перед боем бывает мандраж, вот если он у вас бывает, как вы с ним справляетесь, или вы такого не испытывали чувства? Всего хорошего, победа вам. Спасибо. Спасибо большое, спасибо за вопрос, очень хороший вопрос, честно говоря. Вот есть бойцы, которые говорят, ну, у меня нет такого волнения и так далее. Я думаю, любой нормальный человек, у кого с психикой все хорошо, все волнуется. И чем больше боев, тем больше волнения, потому что чем больше боев, тем больше ответственности. И поэтому, да, я тогда же выхожу более хладнокровнее, но волнение, я могу сказать, если не больше, то не меньше, потому что ты понимаешь, сейчас, если ты проиграешь, потому что сейчас, по началу, если ты проигрываешь, ну, тебя еще никто особо не знает, и поэтому, как бы, а сейчас вот я проиграл, мне кажется, как будто каждый прохожий это знает, и хотя даже есть, ну, многие не знают меня, но мне так кажется, что он именно это любое видео, он это знает. Поэтому вот очень-очень, я думаю, любой боец, любой профессиональный боец, борец, то есть те, кто там в любителя выступают, все переживают, все. Чтобы не переживать, надо быть, не знаю, ненормальным, или психика, что-то не в порядке. Ну, это чисто мое мнение, я так считаю. Да, еще у нас звонок есть, слушаем вас. Добрый день, Александр. Да, Александр. Скажите, пожалуйста, вот перед боем бывает психологическая дуэль, смотрят друг в друга в глаза. Вот вы когда смотрите в глаза, вы чувствуете, что вы победите этого соперника, или нет? Спасибо. Да, спасибо вам. Тоже, честно говоря, большое спасибо тоже за такой вопрос. Это тоже очень хороший вопрос. Сегодня такие вопросы у нас интересные, и те вопросы, которые особо... Я не слышал таких вопросов, ну, мне не задавали. Честно говоря, когда дуэль взглядом, я не думаю, что ты видишь, что ты можешь его выиграть. Кто-то говорит, что он испугался. Вот я ему смотрел глаза, он там, у него там челюсть дергалась. Или глаза бегали, говорят. Но я думаю, что это никак не повлияет на бой, потому что он зайдет домой, вяжет спать, проснется, он забудет вот это фейс-то-фейс, которое было. И в бою он будет совсем другим, потому что я примерно могу бояться своего соперника, ожидая от него такого там, ну, не знаю, сверхъестественного что-то, ожидая от него. Ну, как я начинаю дураться, я понимаю, что у меня все получается, и потом, че, как, ну, я думаю, это особо не влияет. Фейс-то-фейс это для, это шоу, это для зрителей, больше, большинство, как бы так, опять же, мое мнение. Ну, посмотрев в глаза, ты не можешь увидеть свою победу, потому что не все смотрят в глаза, вот я лично в глаза не смотрю никогда. Я, как бы, стараюсь в глаза опустить, поскромнее себя вести, потому что, как бы он сильно меня в глаза не смотрел, как бы он сильно меня на фейс-то-фейс не толкал, не старался испугать, я-то боец, это моя работа, я буду поделиться. Ну, вот японец Энамото, тот, кому вы проиграли бой, проигранных боев у вас действительно единицы, вот какие у вас были чувства, вспоминая те моменты, какие чувства сейчас? Это был довольно такой сильный поединок. Ну, честно говоря, да, это было мое начало, на тот момент уже Энамото успел стать чемпионом этой организации. Это, как бы, было мое начало, я игрался, можно сказать, на категорию лучше, это не мой вес, но, тем не менее, в то время я выступал на этот вес. И я был осведомлен до боя где-то за 11-10 дней, то есть я вообще не готовился, плюс я очень сильно болел, лежал под капельницей, под ингалятором. И мне звонят, говорят, что соперник Энамото снялся, снился, получил травму, и никто не хочет драться. Готов ли ты принять вызов? Я был, честно говоря, очень рад этому звонку, так как мне этот бой очень нужен был, даже несмотря на то, что я его проиграю. Я бы, в общем, как бы, обо мне бы люди услышали, узнали бы. Ну и все мои менеджеры, Иван Иванович, Лисик Иван Иванович, Игорь Васильевич, Побинов, то есть, ну, они были уверены, как бы, в моей победе. Ну, я тоже был, как бы, в моей победе, но если бы я был бы здоровым, ну, я сказал Иван Ивановичу, что я полею, я действительно, у меня 40-41 градус температура, я качественный, я гриппую, то есть, я даже, когда на третий этаж поднимаюсь, я устаю. Если вы не скажете, я подерусь, я бы, никаких проблем драться, я вообще, как бы, не боюсь, это, как бы, моя работа. Ну, выиграть не обещаю, потому что я не думал, что я один раунд смогу продержаться, во-первых, три месяца ни одной тренировки, плюс, еще болею. Ну, все, все эти слова сегодня, это уже, может, уже оправдание, как бы, ну, на тот момент я согласился, плюс, он уже, он был чемпионом, а я, как бы, был только, только новичком, но 4 года, когда только было. Сейчас мне интересно, потому что Инамото уже не тот уровень, ну, он тот уровень, просто у нас уже другой уровень, мы намного больше, как бы, поднялись, мы выросли сегодня. Я не считаю его своим уровнем, потому что, я думаю, ну, один священный знает, конечно, я не, как бы, не громкими словами его рассказываю, но я думаю, его в первом, втором раунде я уберу сейчас. То есть, бойцы, с которыми я сейчас берусь, я думаю, они много серьезнее, чем Инамото, потому что Инамото уже проигрывает каждый второй бой. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Анатолий. Да, Анатолий. Большое спасибо вам, смотрел на все ваши бои, очень счастливое с вами, особенно бой с Мак Гривером, но, по моему ощущению, он официально вас провоцировал, потому что знает, что у всех настоящих горжев, родители это святое, у западников нету, и он провоцировал, и вы как лев, как пантера, перелетели, и вы там немножко. Держитесь и успехов вам, до свидания. До свидания. Видимо, вас перепутал. Наш биослушатель, да, у нас в гостях сегодня Хусейн Халиев. Ну вот, как раз, вылетел у меня как раз вопрос из головы, очень важный, который я хотела бы вам задать. Напомню, пока телефон напрямого эфира, 672-12-93-9 и 672-13-93-9, вы также можете нам звонить, уважаемые радиослушатели, и задавать вопросы. Хотела вас спросить об аварии, очень крупная авария была, в которой вы оказались, такая довольно даже странная, я бы сказала. Вот как это произошло? Вы уснули за рулем. Да, честно говоря, действительно, было очень странно, потому что я вроде бы дома поспал, выехал, но это была как бы ночь, ну, выспался, можно сказать, я поспал, проснулся, как бы выехал, и на дороге меня опять на сон потянуло. Ну, меня потянуло на сон, я сразу остановился, обычно в машине я минут 20-30 сплю, но больше я не могу. А тут я поспал где-то почти 3 часа, я не знаю, проснулся, на улице светло было. Думаю, ничего себе, я поспал в машине. Потом напротив были кафешки, и я зашел в кафе, попил кофе, поел большой кекс, ну, спать вообще не хотел, умылся, ну, и в дорогу выехал. Не знаю, почему, через 15, 10-15 минут, я даже не помню, я уснул и попал под фуру. Попал под фуру, и моя машина начала, как бы, крутиться. Ну, я чуть-чуть так задел, такой, внизу швейлер у этой фуры, я только чуть-чуть задел этот швейлер, а моя машина была сильно разбита. Ну, и, как бы, я не знаю, почему я уснул, как бы, многие говорят, что от кофе на сон тянет, то есть первые 5-10 минут, там, 15 минут он дает бодрость, а потом уже тянет на сон. Ну, если водой не закрывать, ну, как бы, так объяснительно, я не знаю, опять же, считаю, что это воля всевышленная. В любом случае, все это воля всевышленная. Ну, так и, на самом деле, домой вы не поехали, вашу машину погрузили на эвакуатор, но вы не поехали домой, вы продолжили свой путь по делам. Ну, ну, теперь это интересно, я же, как бы, с какой-то целью ехал в этот город, но я с Грозного ехал в сон-таки. И это, ну, я, как бы, уснул, попал в аварию, вызвали эвакуатор, ну, и мне эвакуаторчик говорит, ну, что здесь, садись, поехали. Я говорю, ты что думаешь, у меня была задача доехать до Баксана, разбить здесь машину и потом с тобой обратно поехать. Я говорю, я же еду, я же с какой-то целью еду в какой-то городе, я говорю, ты увези мою машину, я говорю, а я поеду дальше. Взаимно с ней, как бы, вышел свои керва там и вернулся. Ну, на тот момент это было очень смешно, честно говоря, несмотря на разбитую машину. Еще звонок у нас, здравствуйте, как вас зовут? Лев, здравствуйте. Да. Я бы хотел выразить уважение вашему гостю за его ответы. Все так тактично. И вопрос такой. Да, мы слушаем вас. Вопрос такой. Вот когда вы находитесь в компании, в социуме, вот какие... Да, мы слушаем вас, говорите. Да, говорите, пожалуйста. Какие чувства возникают при каких-то конфликтах? Знаете, вы обладаете таким оружием, да, которым трудно не захотеть воспользоваться при случае. Вот как вы в таких ситуациях себя ведете? Спасибо вам. Если возникает конфликтная ситуация на улице или вне Ринга. Олег, да, он сказал? Лев. Лев наш судьяслушатель. Лев. Лев. Ну, очень приятно. Спасибо, спасибо, Лев, за вопрос. Честно говоря, я всегда избегаю драк на улице или где бы это ни было. Всегда избегаю. Даже когда подходит ко мне, не знает, кто я. Бывают такие моменты, я как бы в сундуках тоже много времени провожу. И бывает много таких выпивших, подходит, как бы докапывается. Ну, я-то понимаю, мама всегда говорила, что сила не в том, что ты как бы, как ты сильно умеешь драться. Сила как бы в терпение, если ты как бы, в спокойствие. Ничего не надо, не в агрессии. Если ты спокойно уйдешь, кто-то до тебя докапывается, ты ему скажешь, хорошо, ты прав. То есть, ну, и уйдешь спокойно, без драка. Вот в этом, говорит, сила есть. Сила не в том, что ты драться, он и драться, говорит. И собака может. Но мудрость не в том, что ты там взял и побил его. Я же понимаю, что я сильнее, потому что он же выпивший, он на ногах стоит. И зачем мне с ним драться? Зачем мне его бить? То есть, много таких случаев, где профессионалы бойцы вот так вот на улице, как бы применяли свои навыки, и потом без последствий не оставалось. Ну, у меня было такое пару раз. Ну, как мы ранее говорили, я умею тушить. Я могу усыпить человека, провести его в порядок и сказать, все, успокойся. Ну, вот так вот несколько раз было, я успокоил. Ну, то есть, там человек ударил двоих, вырубил двоих. А я как раз на этот момент наткнулся, но я был ни с той, ни с этой стороны, я их взять не знал. И он как бы не увидел в меня, что я на него смотрю, он как бы и ко мне полез к рукам. Я его вообще не бил. Ну, каким-то своим способом зашел за спину, сзади взял его в стое, просто удушил, он уснул. Он лежит, я его разбудил, говорю, все, братишка, успокоился. Он ничего мне не сказал, ничего не сказал, сел на скамейку и просто молчал. Он сидел, молчал и говорил мне, что я на него из партишка напал. И вот так вот, я его удышал, я говорю, ну, без власти, я говорю, меня прости, братишка, я поеду. Я вот так вот уехал. Со мной в машине была мама и дядя. И, короче, вот так вот. Ну, я не денешься на улице. Я не приеду, как бы, лучше я уйду, как бы, избегаю драки. У вас прозвище Капитан. Почему такое? Почему именно оно? Там была история с героями в Марвел, если я не ошибаюсь, или, может быть, это не так? Мой старший брат, Адам Халиев, наверное, может, тоже его знаете. Это как бы он неоднократный чемпион мира по кудо, двухкратный чемпион мира по кудо, там, двухкратный чемпион мира по кудо, там, двухкратный чемпион мира по китбоксингу, там, по смешанню, не тому, что он несколько раз в мир выиграл, чемпион лиги С70. Такой сильный боец, и для меня он был всегда кумиром, как боец, как боец и как человек. Я всегда хотел, как бы, подражать ему. Это Адам Халиев, старший брат мой, старший меня, человек, который меня тренировал. И я всегда подражал ему. И у него было прозвище Капитан. Он был капитан нашей команды, и нас тренировал Хавад Хациев. И вот, как бы, я украл у него прозвище, как бы, он был моим кумиром в спорте, можно сказать. И я постоянно старался подражать ему. Ну, и когда я уехал в Америку, тренировался там, то все. Ну, и они знали, что мне нравится прозвище Капитан. И Мурат Кештов, менеджер и тренер клуба Кэй-Доджи в Америке. Он и, там, семья Хамзаевых, они, как бы, вместе пришли в соглашение, что, наверное, как бы, капитан, я буду капитаном. Ну, и я был очень рад этому, потому что это прозвище меня обрадовало. И сюда в Грозный приехал, здесь есть, ну, журнал «Грозный плюс», и у меня было интервью с ними. Я только с Америки приехал, у меня прозвище «Капитан» было, не «Капитан Америка», а просто «Капитан». Ну, и здесь на интервью на журнал «Грозный плюс», у Лейла, ее звали, кто брал у меня интервью, она называла меня «Капитаном Америки». И вот, как бы, вот так вот и пошло. То есть я делаю сальтер, как капитан Америка, держит щит наверх вот так, и делает сальтер. Ну, и вот, как бы, в связи с этим она так и назвала, так и пошло. В Америке называли «Капитаном Америка», а в Грозном – «Капитаном», в деле, в России чисто «Капитан». Вот мы в начале нашего интервью уже говорили о том, что за вашими успехами следит глава Ченской Республики Рамзан Кадыров. Бывали ли у вас с ним личные встречи? Конечно, очень много раз мы с ним вместе тренировались, очень много раз. И вот в сегодняшний день, если что мне надо, я, как бы, спокойно могу обратиться к Рамзану Ахматову. Никогда он мне не отказывал, как бы, хотя таких, как я, у него их, там, тысячами в очереди стоят, миллионами, можно сказать, стоят в очереди, таких, как я. Но никогда не отказывал Рамзан Ахматович, всегда поддерживал, всегда помогал. И, честно говоря, я очень дорожу нашей дружбой. И, как бы, знаете, знаете, вот, как, знаю, что весь такой человек, как Рамзан Ахматович, где бы я ни находился, я очень спокоен и уверенно себя чувствую. Но в то же время ничего такого последнего не делал, как бы, чтобы не приходилось из-за моих каких-то поступков, приходилось краснеть мне, тем более главе Чеченской республики, но и моим родным. То есть всегда для меня приоритетом было то, чтобы, в первую очередь, как бы, мной гордились мои родители с детства. А насколько любят сегодня Кадырова в Чечне? Честно говоря, его все любят. Все его любят, но, конечно, все, может быть, и не любят, потому что есть такие с нечистыми сердцами люди, которые на жизнь, на судьбу обижены и не знают, кому что сказать. Они и мне, и всем пишут, и вот так вот. Но, честно говоря, Рамзан Ахматович, судя по его делам, нельзя его не любить, потому что он действительно сделал то, что не сделал никто. А критиковать сегодня можно Кадырова в Чечне? Критикуют многие всех, но вот он западает, действительно, он сделал, восстановил город. Есть очень много, как бы, рабочих мест. У нас в Грозном люди, соответственно, как бы, можно сказать, из Кавказа, в любом случае, приезжают нам в Грозный, в любом случае, и работают здесь. Кто-то, конечно, сразу хочет стать министром, но министр тоже сразу не станешь, надо их потихоньку к этому поднимать. Город восстановленный, наши танцевальные, культура у нас на лучшем уровне. По спорту у нас, то, что нет в России, культура, спорт, учеба, все у нас на лучшем уровне. И Владимир Ахматович всегда присутствует везде, и культура, ищики, то есть у нас юмористы, все у нас на лучшем уровне. Здесь, ну, ко мне приезжают гости сюда, в Грозный, и ходят, удивляются, говорят, как здесь у вас чисто, окурка на улице не увидишь. Все как, ну, гостеприимный народ. Ну, и наш приоритет, можно сказать, если кто-то приехал к нам в Грозный, не в Грозный, а вот в Чеченскую республику, а наш приоритет в том, чтобы, как бы, они полностью довольны, ищи от себя. Достепенно, что у нас на первом очереди. Еще звонок у нас успеем принять под занавес эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Извините, маленький вопрос еще, Александр. Вот Кадырова у вас любят, это мы видим. А вот в Латвии Путина не любят. А у вас Путина любят или нет? Да, спасибо, но вот буквально у нас 30 секунд до конца эфира. Как к Путину относятся? Любят ли Путина в Чечне? У нас любят Путина, потому что сегодня, как бы, благодаря Ахмаду Хадырову, с его связи с Путиным и потом продолжили Ахматовичу, сегодня, как бы, финансы идут, как бы, с Москвы. И Рамзе Ахматович очень близко, хорошо, как бы, к другу с Владимиром Владимировичем. И у нас его любят, и есть улица, на которой я нахожусь, параллельно вот здесь. В честь Владимира Владимировича Путина. Ну, если бы не любили бы, наверное, так не назвали бы улицу. Ну что ж, спасибо вам, что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Хусейн Халиев, чеченский боец смешанных единоборств, был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. Всего доброго, до свидания. Спасибо вам за то, что пригласили меня.